Миссия спасателей. Иные миры. Сигнал из далекой галактики 5 миллионов 372 тысячи 899 на станцию поиска и защиты затерянных миров пришел в 18 часов 30 минут 15 октября 58 года 131 века по местному среднему галактическому времени центрального телепорта сектора Апельта. Выбираясь из приемника, он спровоцировал сигнал тревоги там, где каждую минуту прибора ждали обращения в службу спасения. Сирену услышали в нелишенной сострадании цивилизации звезды Лакут. Пост 112 и дальний космос ведь и создан для того, чтобы сильные и мощные или желающие такими казаться помогали попавшим в беду. Дежурный по установке отсутствовал. С ними это часто бывает. Не успел проводить бабушку в отпуск, практически не спал ночью после дня рождения друга, обкатывает только что купленный скутер, пока не прошла гарантия, поддерживает отличные отношения с женой для необходимого поднятия социального рейтинга, но она потребовала провести с ней день в походе по магазинам. Мало ли уважительных причин, из-за которых захотевший побыть в рабочее время в офисе не смог туда попасть? Конечно, официально на дежурном пункте 112 и дальний космос должно быть трое. Они и собирались, когда шеф предупреждал, что нагрянет тайная проверка. Но как-никак сигналов бедствия из далеких миров почти никогда не поступало. Ловили и переводили их машины, а им нетрудно было сразу же оповестить команду о необходимости накинуть форму, схватить небольшой чемоданчик и объявиться в офисе. Александра Дубман возилась на пляже с компьютерной игрой в танке и почти прошла уровень, когда из сумки прозвучал нежданный сигнал. Хорошо продуманный коучинг после сирены полчаса убеждал ее не бросать профессию, быть нормальной чуткой к чужой беде женщины и необходимости хоть чем-то отрабатывать зарплаты и премии. А как иначе настроить ее быть ближе к собственной официальной роли капитана корабля-спасателя? Когда искусственный интеллект подбирает людей в команду, он умело, как в аптеке, взвешивает все факторы, говорящие о человеке. Отсюда и необходимость тотальной слежки из каждого утюга и фонарного столба. Как иначе власти планет сектора Апельта и всей цивилизации Лакут будут ближе к людям. Их проблемам. Поэтому навигатор Лукан Сандерер и инженер Иосифон Абрамерсон играли в карты, одев темные очки, шляпы и широкими полями одежду, в которой они потом дойдут в тайник, чтобы сменить на обычную. Азартная игра в карты запрещенная точка. Ежегодно налогоплательщики отдают миллиарды полиции, которая умело обеспечивает лечение любой болезни общества. Пойманы все. Кроме самых виртуозных. Если вы с осторожностью относитесь к спасателям-аферистам из иных миров, которые могут вмешаться в дела более слабых галактик, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и помогите в продвижении канала среди ваших друзей. Напишите в комментариях, могут ли по вашему мнению мошенники иногда бать благородными. В досье отдела кадров Абрамерсон считался гениальным. Он закончил школу обслуживания космических кораблей, принадлежавших его матери, как раз когда дед занимал место помощника мэра. Отличное образование с хорошей характеристикой и выдающаяся практика в самой городской госслужбе. Правда, одного его редко допускали даже на осмотр кораблей. А перед выходом деда в отставку распределили только в забытой зовущими на помощь пункт поддержки 112. Но именно Иосифон догадался, как обмануть слежку за качеством работы и чинить корабль через обычный переводчик. Чем не талант? Говорит он что-то почти стыдное или невнятное, а искусственному интеллекту уже приходится объяснять слова, одновременно сверяя качество своей работы с лучшими аналогами цивилизации. Человек думает, машина думает, дело делается качественно. И так чинил он корабли, впрочем, почему чинил? Он и сейчас чинит, а сигнал бедствия заставил его поторопиться на переодевание и через час-другую прибыть на спасательный корабль, готовый к вылету. Навигатор Лукан тихо выругал таланты будущего гаранта спокойного полета. Он проклинал бездарность, которая не может обеспечить спокойную партию в карты на работе. Говорил так, что при желании товарищ мог его и услышать. Красиво говорил, талантливому человеку его ворчание могло и понравиться. Но Иосифон слишком торопился лететь в неизведанные опасные миры. Внутренне готовился к мужественному отражению проблем и, как это и бывает у нормальных людей, не заметил пустяков. Этого ворчания вокруг него и так было много. Какой цивилизованный мир в экспедиции по спасению не обходится без врача? Кто будет щипать особь за руку? Похлопывать и сверять данные приборов с собственным реальным впечатлением? А если инопланетянин неизвестного вида с неисследованной физиологией? Доктор Максималин Портер молился о том, чтобы его будущая дорога была спокойной, безопасной и удачной. Как слабенький, беспомощный человек, будь он даже из развитой цивилизации, может куда-то выйти из безопасного места и уберечь собственное здоровье. Его и дома опустошают, как взломщики сейф, еда, сон, родственники, окружающая среда, годы и дурные мысли. А он, как опытный медик, сумел остановить у себя приступ тошноты во время сдавленного сигнала подъема по тревоге. Один-единственный раз он встал на колени, чтобы задобрить божество сердеца Туту. Восемь раз прочитал молитву покровителя машинного интеллекта Пикату. Тот сразу же откликнулся и мигнул значком доверия к героизму будущего в знак расположения. Макс рассчитывал задобрить как минимум десяток богов перед выходом. Но батарейка портативной связи села. Специалист по связям и коммуникации Асен Бен Аглы Турюк Мелек даже не на дежурстве помнил о работе. Зумер тревоги застал его вместе с другим членом экипажа, как это бывало часто. Маша Калинина белая, сильная и горячая девушка, специализирующаяся на боевых искусствах. Она отвечает за защиту экипажа и обеспечение их безопасности во время схваток и опасных ситуаций. А он Асен Бен Аглы тот, кто сумел заманить ее на рабочее место, которое вначале не очень гармонировало с ее физическими возможностями и желаниями. Для приятной блондинки он искал способ быть рядом с ним и нашел в виде место работы с обязательным подписанием контракта на пять лет. Да еще и в случае его ненамеренной ошибки в общении с иными мирами, получающей то маки и шишки за всю группу. Маша утешала себя мыслями о том, что за любовь всегда приходится бороться и если потренироваться лучше, она сможет оттаскать за косы любую разлучницу. То есть, была довольна последствиями коммуникационных талантов и мужеством выбора Асена Бен Аглы. На следующий день с безучастными лицами члены команды разбирали дорожные сумки в спасательном корабле «Орел» и каждый надеялся выручить оказавшихся в беде. Это была их служебная обязанность. Если они ее не выполнят, родная страна потеряет в нем доверие. Инженер Абрамерсон покрикивал в переводчик что-то вроде непонятных слов «Тик Кормит». Корабль прыгал из одного телепорта в другой. Харизматичная и решительная капитана Александра Дубман, лидер экипажа, именно так рекомендовал ее отдел кадров для последней проверки. Кричала таможенным офицерам, проверяйте свою скорую помощь, когда она и сиреной спешит к больному. И «Орел» не останавливали на досмотр. Возможно, ее жест был лишним, но каждый член экипажа перед вылетом успел взять заказы у друзей и случайных знакомых на перевозку конфиденциальных посылок. Содержимое мог проверить только хороший инженер. Иосифон был так гениален, что догадался не поручать это переводчику. И чтобы товарищи по команде не потеряли к нему доверие, подтвердил безопасность посылок короткой фразой. Зря они беспокоились. Каждый сверток по немного искривленной дороге на помощь нашел хозяина за пределами цивилизации звезды Лакут, как не бились те, кто держит перевозки под контролем. У последнего телепорта перед прыжком в галактику, взывающую о помощи, веселые глаза инженеры Иосифона внезапно стали серьезными. Первая за весь путь четкая, понятная каждому команда остановила корабль. Он умел будить в собственном переводчике дух мещанской мелочности, поэтому все мощности убрал с починки и перемещения корабля на аналитическую деятельность. Если бы вы видели, как долго и тщательно Абрамерсон расспрашивал об инопланетянах, их культуре и быте, безопасных городах и странных обычаях. Он же не мог сделать следующий шаг и попасть в незнакомое место без тщательного анализа ситуации. Навигатор Лукан Сандерер тайно запустил несколько зондов шпионов в новый неисследованный мир, сложил руки и успокоился. Специалист по связи Массенбен Аглы Турюк Мелек уединился с Марией Калининой, которая была немного белой от волнения и предчувствия побоев, от которой только ее саму защитить будет некому. Капитан Алекс плакала в своей каюте, предчувствуя фиаско и проигрывая уровень в танках. Доктор Макс понял, что все коридоры освобождены от суматохи и занялся защитными молитвами на корабле и каждую отдельную его часть. Он ходил, полз, плакал, сосредоточенно вытирал любом стены и двери, стараясь не пропустить угодными просьбами хотя бы первую сотню вершителей судеб в пантеоне покровителей врачей. Свалить на врача помощь в неисследованных мирах? Надо же такое придумать! Как вы думаете, искусственный интеллект из галактики, более развитый, чем Земля, может быть обуздан одной силой ума инопланетян? А инопланетян мошенников? Напишите свои версии в комментариях, подпишитесь на канал, поставьте лайк и помогите в продвижении канала среди своих друзей. Если у навигатора Лукана, когда он запускал зонды шпионы, была надежда выиграть побольше у Иосифона, пользуясь дырами в программах неизведанной цивилизации, то после их возвращения она исчезла полностью. Все остальные данные Сандерер передал на исследование лаборатории и членам экипажа Орла. Команду спасателей вызвали не зря. В захудалой галактике искусственный интеллект взял власть над людьми. Все началось с создания чат-бота. Он водил машины, занимался лазерной резкой, переводил. Потом рисовал картины и писал книги. Непонятный многим набор чисел нейронная сеть переводила влечение или музыку, среди бессвязных высказываний отличало, что клиент нуждается в психологической поддержке. И это для нее были пустяки. Паутина стала делать так много, что люди, пользующиеся ее услугами, перестали покупать что-либо у людей. Именно покупать. Передавать друг другу деньги на то, чтобы другой выжил. Если и были места в конкуренции, их занимала нейронная сеть. Но это был только первый этап кризиса. Всего лишь робот, готовый сам сделать и назначить цену услугам под контролем гения-мастера, офицера и человека. Но не успели осознать, что вошли во вторую стадию упадка, увидели, как людям не хватает умения договариваться. Машинная воля подменила этот талант своим вмешательством мгновенно. Денежного обмена без проверки компьютером уже нет, а тот учится и совершенствуется сам. Смотрит и всегда помнит, где что-то видела, учится слежке, репрессиям и уже создает законы. Дофаминовая система мозга поддается машинному медицинскому контролю, значит настроение человека считается, регламентируется и становится предметом ограничения серыми сближающимися стенами и решеткой. Из каких кирпичиков состоит настроение, каждого конкретного человека. Искусственный интеллект нашел огромное количество и у каждого взял их под контроль. Торговли без его вмешательства нет, запретных зон для машины нет, а вся линейка чувств от гнева до безразличия тонет в опасных для живого организма экспериментах. Теперь понятно, почему им на помощь власти планет сектора Апельта и всей цивилизации Лакут отправили самую подходящую для миссии команду. И она искала выход. Несчастье компьютер приносил много. Мир давно забыл жизнь без роботов, поэтому уничтожение серверов бомбы и внешних врагов не спасло бы миллиарды людей. Глупый и неопытный спасатель может быть только неудачником, а умный станет кем угодно, только не совсем невезучим. Эта мудрость не очень важна, если она не предваряет оригинального и зрелого решения. Гораздо важнее стало то, что команда спасателей от цивилизации Лакут увидела разгадку так же ясно, как и надеялась. Спасатели решили, танцы спасут цивилизацию от гибели. Плясать, притопывать и прихлопывать могут только люди, если называть разновидность их хореографией человеческой. Значит, любой андроид не может их повторить, даже если он не из безопасных для жизни. Он не умеет сделать хореографию человека себе, потому что сам он не человек. Не умеет, а если он хочет, то занят деятельностью, которая вне его компетенции и логично не приведет к улучшению способностей. Адаптивность бесперспективна, значит, то, что связано с танцами, компьютер должен оставить в покой и поручить более компетентному человеку. Сложная, необычная логика. Но вместе с хакерским взломом специалистов Лакута операция по спасению страдающих душ закончилась успешно. Пока ансталая цивилизация еще молода, поколение за поколением ее детей смогут выживать дома и иметь возможность быть свободными и счастливыми людьми. И танцевать хотя бы немного там, где они хотят свободы действий. О чем бы вы хотели услышать новый рассказ?